Продолжение следует... 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 Мы должны четко осознавать и понимать, что разбираемые технологические приемы, они сегодня направлены не столько на обеспечение знаний, сколько на проработку проблем и поиск возможных решений. Для этого нам необходимо, так как речь идет о старшей школе, жизненный опыт старшеклассников, знания, которые приобретены в разнообразных предметах, привлекать для решения тех или иных задач. Очень хотелось бы, чтобы действительно в ближайшей перспективе экологические знания, экология стала своеобразной сквозной нитью, стержнем образования. Это возможно через понимание реальных проблем повседневной жизни. И изменение это требует подходов к преподаванию школьных предметов, использования современных педагогических технологий. Современные педагогические технологии, они направлены на решение, прежде всего, умение видеть окружающий мир иначе, мыслить по-другому. Мы все осознаем и понимаем, что мы живем в сложном противоречивом мире, экологических, экономических, социальных проблем. Но при этом порой мы забываем одну главную основную мысль, что общий приоритет нашей жизни – это сохранить человечество на Земле. А только тогда лишь возможны выполнения и цифровой экономики, и успешность выполнения любых планов развития. Какие же основные деятельностные подходы рассматриваются в ОМК «Экология»? Ну и основные деятельностные подходы в основе ОМК лежат универсальные педагогические технологии, которые воспроизводимы не только на предмете «Экология», не только в рамках ОМК «Экология», но и на любом предмете. Данные технологии являются открытыми педагогическими технологиями, они применены к любому предмету и этапу обучения. И направлены на освоение учебного содержания, развитие личностных предметных метапредметных результатов. Они связаны с деятельностью в рамках школьного экологического мониторинга и социально значимой деятельности, направлены на осмысление и содействие решения экологических проблем. Также существуют еще интерактивные методы обучения. Ну, универсальные педагогические технологии, они тоже интерактивны по своему содержанию. Но здесь еще приводятся имитационные, ролевые игры на экологическую тематику, моделирование социально-экологических ситуаций и психологические игры и упражнения, которые связаны с работой в команде, получением значимого результата для каждого участника и выработку командного решения. Ну, и методические подходы, приемы и подходы, вот они, что связано с игровой, учебно-исследовательской деятельностью, вот они направлены, как я сказала, на формирование на работу на команде, вот моделирование социально-экологической ситуации, а вот учебно-исследовательская практическая деятельность в рамках школьного экологического мониторинга, это представляет собой так называемый краткосрочный практикум, которые позволяют учащимся непосредственно общаться с природой. Вот, ну, если дети живут в сельской местности или в маленьких городках, то, конечно же, возможности общаться с природой гораздо больше, чем у детей, которые живут в условиях мегаполиса, но при этом можно использовать парки, скверы, особо охраняемые природные территории. Кроме этого, обучаясь в рамках школьного экологического мониторинга, учащиеся получат опыт научного эксперимента, овладеют навыками научного эксперимента, они научатся наблюдать, они научатся анализировать, вот, и, конечно же, они получат опыт сотрудничества, поскольку деятельность исследовательская, экспериментальная деятельность, она очень часто связана с командной работой, а уже как раз-таки, уже социальная деятельность, социально значимая деятельность, которая возникает на основе исследований, которые проводят учащихся, она, конечно же, проводится в условиях социального партнерства, это с учителями, с родителями, с местной администрацией, СМИ, вот, и различными общественными организациями. Ну, и, как мы уже говорили, в рамках прошлого семинара, с прошлого нашего вебинара, вот, в основе УМК лежит трехстадийная технология, которая направлена на реализацию экологического образования для устойчивого развития. Ну, я напоминаю, что первая стадия, она направлена на выявление первоначальной осведомленности по теме обсуждения, она предполагает опорное предшествующее знание и опыт по не только экологические знания, но и знание, которое получено в рамках других предметов и создает условия для активной образовательной деятельности. Вторая стадия назначения этой стадии – это соотнесение имеющихся знаний с новым содержанием и осмысление, представление в виде индивидуального для каждого ребенка переработанного в виде. Ну, и третья стадия – это присвоение уже знаний, действия в новой ситуации и выработка собственной позиции, адекватность самок и взаимооценка образовательных результатов. Ну, и что касается технологии экологического образования для устойчивого развития, она позволяет учащим не только находить информацию в различных источниках, ну, и определять причины возникновения проблем, решать конфликты, вести переговоры, взвешивать альтернативные суждения, принимать решения на основе анализа информации. И что самое главное, поскольку это происходит, как раз-таки социально значимая деятельность, она происходит в условиях социального партнерства, как раз-таки здесь самым главным является социализация ребенка, его формирование долг, доброжелательное отношение к окружающей среде, и поскольку та деятельность, которую осуществляет ребенок, она значима не только для него, а значима для общества в целом, это позволяет ему ощутить собственную значимость в обществе. Ну, и те, которые методы используются в рамках технологии экологического образования для устойчивого развития, поскольку она представляет собой совокупность форм, методов, приемов, которые адаптированы под экологическую тематику, представляют собой эти формы, методы, приемы, это в частности для усвоения учебного содержания, оценки образовательных результатов, а также для осмысления и поиска содействия решения социально-экологических проблем, это так называемые инструменты мышления, которые позволяют действовать учащимся, родителям, учителям, как раз-таки в таких нестандартных ситуациях. Ну, и здесь показаны приемы, которые используются на каждой стадии обучения, ну, первая стадия, это, конечно же, выявление собственной осведомленности по теме обсуждения, вот, этому предшествует чтение каких-то источников информации предварительная, обработка массивовой информации там, где требуется усилие коллектива, это групповая работа, и дискуссия об учении в сотрудничестве. Вторая стадия, это непосредственно школьный экологический мониторинг, понятно, чтобы начать школьный экологический мониторинг, как раз-таки существует эта стадия вызова, которая позволяет учащимся подготовиться к той или иной деятельности, ознакомиться с информацией о тех иных экологических проблемах, ознакомиться с методиками проведения исследований. Здесь используются на второй стадии школьный экологический мониторинг, социально значимые деятельности, а также медитационные, ролевые игры, модерельно-социально-экологические ситуации, и также психологические игры, упражнения по осмыслению поиска решений, социально-экологических проблем. Ну и третья стадия, это как раз-таки подведение итогов. Это подведение того, что было сделано в рамках школьного экономического мониторинга, а также система оценочной деятельности, то есть сбор портфолио, заполнение оценочных листов. Это рефлексивные технологии, которые позволяют учащимся провести диалог с самим собой, осмыслить, что же удалось сделать, вот что еще предстоит делать. Могут быть использованы шкалы, таблицы, ну и понятные игровые технологии, которые тоже связаны с осмыслением тех или иных достижений, которые направлены на личностный рост и развитие обучающихся. Ну и стадии, еще раз стадии. На первой стадии, как я уже говорила, это постановка проблем, ее анализ, обсуждение. Дальше у нас идет вторая стадия сбора информации, исследования, результаты обсуждения. И уже дальше организация взаимодействия с органами, власти, общественностью и СМИ. Ну и психологические игры. Здесь я уже в основном говорила о школьном экологическом мониторинге. Здесь психологические игры и упражнения, которые связаны с формированием навыков командной работы, которая позволяет учащимся находить альтернативные варианты решения, адаптироваться в реальных ситуациях, нести ответственность за ее статус собственных действий. Это все приводит к обладению следующими навыками, такие как системное мышление, межрестовцевая коммуникация, управление проектом, бежливое производство, работа с людьми, работа в условиях неопределенности, навыки художественно-эстетического творчества. И в конечном итоге все это дело, если мы говорим об образовании для устойчивого развития, направленное формирование экологического мышления. Ну и здесь на этом слайде представлены ключевые навыки 21 века, то есть 16 навыков. Новый взгляд на образование. Ну, конечно же, значит, новый взгляд на образование, но если мы сравним сейчас требования в ГОС, вот, и новые проекты, которые сейчас существуют, и старые, то на самом деле все эти навыки, которые требуются человеку 21 века, они на самом деле сочетаются с теми навыками, которые как раз-таки и здесь представлены. То есть это базовые навыки, навыки чтения письма, то, что мы говорим, смысловое чтение, математическая грамотность, естественно, научная грамотность, ИКТ грамотность, финансовая, культурная, гражданская грамотность, критическое мышление, креативность, умение общаться, умение работать в команде, то, что на самом деле связано с коммуникативными умениями, любознательность, инициативность, настойчивость, способность адаптироваться, литерские качества, социальная и культурная грамотность. Как раз-таки вот это все и должно сформироваться в рамках, ну, современного образовательного процесса. Ну, и требования к кандидатам при приеме на работу, понятно, что сейчас мы ориентируемся на то, какие специалисты будут востребованы в будущем, не просто какими знаниями они будут обладать, а в первую очередь, какими умениями у них будут сформированы. Вот, и это готовность к здоровому сотрудничеству, уверенность в себе, умение себя подать, внутренняя свобода и закомплексованность, надежность, справедливость, ответственность, авторитет и доверие в профессиональной сфере. Ну, и имитационные ролевые игры на экологическую тематику обеспечивают обучение в процессе общения участников, в котором участники игры могут проявить себя, взаимодействовать друг с другом, способствуют обеспечению высокого уровня личной заинтересованности, направленной обучению и принятию решений в области охраны окружающей среды. Ну, и те ролевые игры, которые осматриваются в нашем ОМК «Экология», это следующие, это знакомства, это построение геометрических фигур, строимый как ряд, шесть шляпмышлений, шесть медалей оценки, ну, и другие игры, которыми вы можете ознакомиться, если будете работать с нашим учебно-методическим комплексом. Ну, упражнение знакомства, оно связано с интервированием участников, так называемого тренинга, да, мини-тренинга. Вот, но здесь есть, если участники, они хорошо знакомы, есть такой очень хороший профессиональный прием, который называется «Если все уже известно друг от друга, можно обсудить, что еще неизвестно обо мне, то есть, что вы не знаете обо мне, да?» И как раз-таки, работая в паре, в парах переменного состава, как раз-таки могут участники получить друг от друга подробную информацию. Ну, и упражнение построения геометрических фигур, в первую очередь, оно связано с развитием умений сплоченности, командной работы, потому что здесь оно связано с тем, что все участники становятся вдоль веревочки, берут их в руки, натягивают, получается круг, а дальше с закрытыми глазами должны быть построены фигуры, то есть, это может быть квадрат, это может быть треугольник, треугольник, может быть треугольник и так далее, да? То есть, здесь предполагается и наличие лидера, того человека, который может взять координацию работы и ответственность за выполнение данного упражнения, и как раз-таки это все зависит от того, насколько все готовы выполнить как раз-таки его рекомендации и выполнить поставленную задачу. То есть, по утверждению выполняется до тех пор, пока уже оно не будет полностью правильно сделано. Ну, здесь вы видите, как выполняется это упражнение, да? То есть, можно завязать глаза и участникам, участники тогда уже на ощупь, вот они пытаются каким-то образом достичь того цитата, о котором я говорила. Ну и понятно, что после выполнения данного упражнения необходима некая рефлексия, обсуждение того, как было выполнено это задание, легко ли оно выполнялось, с чем заключалась основная трудность, какова роль каждого члена группы, кто взял на себя роль лидера при выполнении упражнения, как происходило обсуждение, все ли были выручены в деятельность, никто не видел, были ли те, которые препятствовали выполнению данного задания и так далее. Ну и то, что вот те рубрики, которые у нас находятся после каждого параграфа или после тех или иных того комплекса игр, идет оценка работы, да? То есть, мы справились с командной работой в данной ситуации, как справились с работой. Справились с работой отлично, хорошо, или не справились с работой, что помешало, что нужно улучшить, чтобы продолжить работу вместе. А бывают такие случаи, что сами дети говорят о том, что в данной группе работа невозможна. И в следующий раз, если мы будем проводить подобные, выполнять подобные упражнения, то наша группа должна проспасться и на основе нее сформироваться уже новая. Так, ну, здесь показан тоже один из разделов параграфа. Это повестка дня на 21 век. Обсуждение повестки дня на 21 век. Это ролевая игра. Там, где участвуют 6 шляп, это технология Эдварда Гебона. Вот. И каждая шляпа, она соответствует определенной роли. Ну, и обсуждаются, когда идеи устойчивого развития, то участвуют все 6 шляп. То есть, желтая шляпа, это позитив, это солнечный свет, которая оценивает оптичистическое решение проблемы в воплощении идей устойчивого развития, что человечество способно принять, реализовать идею устойчивого развития. Это, конечно же, желтая шляпа, которая связана с сильными сторонами решения той или иной проблемы. В противоположной желтой шляпе существует черная шляпа. Черная шляпа – это критика, это критическое мышление в понимании Эдварда Гебона. Это слабые стороны. То есть, почему могут возникнуть трудности при воплощении идей устойчивого развития? Ну, существует еще белая шляпа, это информационная шляпа, это факты, доказательства в пользу и пессимистической, и оптимистической точки зрения, потому что наша белая шляпа, информация, которая написана на белом листе бумаги, она может иметь как желтую оконтовку, так и черную оконтовку. Не всегда та информация, которую мы слышим и читаем, для нас является положительной или отрицательной. Но существует еще красная шляпа. Это те эмоции, которые возникают при обсуждении той или иной повестки. То есть, что вы чувствуете, если вы считаете, что решение данной проблемы, воплощение действующего развития, возможно, или ваше огорчение. Почему на основе других точек зрения, и почему на основе вашей точки зрения возникают трудности, которые как раз-таки тормозят вот этот процесс. Ну, пятая группа, конечно же, это замечательно, поскольку пятая группа это зеленая шляпа, это творческое решение той или иной проблемы. То есть, как сделать по-другому, какие пути, какие шаги предпринят для того, чтобы это было осуществимо. Ну, и синяя шляпа, конечно же, это самая главная шляпа, которая ставит задачу, которая чередует деятельность тех или иных шляп, и к тому же она подводит итог обсуждения. Ну, и, как всегда, проводится оценка работы группы, и в данной ситуации, поскольку есть участники, да, этого процесса, есть те наблюдатели, которые могут не участвовать в работе групп, а просто-напросто быть судьями, вот, здесь оценка проводится в плане того, позиция какой шляпы, на ваш взгляд, оказалась наиболее убедительной. Почему? Какие из приведенных проблем наиболее важны для России? Это исходя из повестки на 21 век, что необходимо принять именно для их решения. То есть здесь используется полная последовательность шляп мышления. Существует также еще неполная последовательность, это краткие последовательности, которые позволяют обучить учащихся деятельности в политической ситуации. Это и выход из конфликта, и предотвращение конфликта, это оценка первых идей. Это все обсуждается в рамках нашего курса, в рамках методического посудия. Одно из игровых занятий является такой урок, как «Строим Экоград». А точнее, речь идет о разработке технологических подходов для подготовки деятельности школьников в области наукоемких технологий. И здесь бы хотелось сказать, что устремленность в будущее, освоение профессии будущего, это очень важно. Хотя бы выбрать ту область и ту деятельность, с которой будет в дальнейшем связана жизнь каждого учащегося. Образование – это действительно золотой ключик к созданию объезжающих время технологий. А технологии меняются, меняются стандарты. И в России они тоже меняются. Может быть, не так быстро, как хотелось, но в то же время зеленые экологические стандарты активно входят в нашу жизнь. Очень часто, практически каждый год в Москве проходит форум, который называется «Умный город будущего». Действительно, города развиваются, меняются, приспосабливаются к окружающим условиям, как любой организм. Надо отметить, что жизнь в городах и процессы урбанизации активно продолжается. Более половины населения планеты живет в городах. В России значительно больше, свыше 78% населения. И роль городов, и жизнь городов в будущем, она будет возрастать. Поэтому, собственно, старшеклассникам, которые сейчас заканчивают школу, предстоит очень непростой выбор, каким образом строить эти города, как их адаптировать к благоприятным условиям, как, соответственно, поддерживать определенный уровень качества жизни. Качество жизни. Проекты, меняющие города. Так будет называться урбанистический форум 2019 года. Регистрация на него уже открыта. Будет он проходить в июле в парке Зарядье. Зеленые стандарты. Бесспорно, это минимизация уровня потребления энергетических и материальных ресурсов. Бесспорно, это повышение качества объектов, комфорт, безопасность. Это своеобразные цифровые технологии. Экологические требования к строительству наиболее активно развиваются в нашей стране с 2013 года. Итак, занятие экологичный, умный город, город будущего. Здесь мы пытаемся соединить те знания, полученные в разных предметах и направить их на именно конструкторскую будущую деятельность с освоением и знакомством как существующих профессий, так и профессий будущего. Ну и бесспорно, мы затрагиваем вопросы, вы видите, они реализуемы в определенных задачах. Здесь нужно будет и работать с новой информацией, и те же самые, формировать и развивать навыки сотрудничества. Данная технология, данная игра, она также сделана у нас в трехстадийной технологии. Итак, первая стадия, актуализация знаний. Каким вы представляете себе город будущего? Ну, есть, возможно, разные вариации. Город, экоград, умный город, так называемый смарт-сити. Бесспорно, на второй стадии, когда происходит осмысление, мы даем определенную информацию, самое это важное, старшеклассники ее дополняют, ищут. В основе мы выделили основные какие моменты? Да, это, конечно, информационные технологии, социальные, мобильные, экологичные. Это среди них скорость реагирования на повреждения, угрозы, решение транспортных проблем, автоматизация, цифровизация, создание единой информационной системы. Умный город. Это очень важное современное направление. Современное качество жизни обеспечивают экологичное, экономичное использование, на которое направлены все городские системы жизнеобеспечения. Модель умного города. Это и умная экономика, и умная мобильность, и умные люди, и умная окружающая среда, проживание, умное управление. И элементы умного города постепенно входят в нашу жизнь. Это единая система записи, допустим, в поликлинику, система ЕМИАС, это система навигации городского транспорта, это московская электронная школа, которая теперь будет активно распространяться на российскую электронную школу, и так далее, и так далее. Автономные зеленые поселения, тоже, наверное, информация, которая немного раскрывает и погружает в тематику старшеклассников. А здесь мы задаем очень важный и серьезный вопрос. А какие же специалисты потребуются умным городам? Это, конечно, организации городских служб, это разработка умных технологий, ну, и это, конечно, наше поведение, наше сознание, наша реакция, наша ответственность, навыки стратегического управления, проектного управления, аналитические способности, современные КТ, обеспечение обратной связи. Ход игры. Разные могут быть вариации. Самый простой вариант, это перед вами на слайде. Составьте схему рельефа местности с речкой, вытекающей из озерка, пересекающим участком железной дороги, изготовьте макеты разнообразных строений, у кого какие разные возможности. Грубо говоря, от настольной игры до компьютерного воплощения. Придумайте название, каково назначение, насколько жителей рассчитан тот или иной город, какие нужны специалисты. И вот здесь обратите, пожалуйста, внимание, направление деятельности, оно позволяет объединить старшеклассников урок. В течение соответственно проходят и разбивка происходит в группы объединения специалистов учащихся класса. Каждая группа специалистов выполняет соответствующие задания. Определенная должность, профессия и решаемые задачи. И надо сказать, что здесь уже использованы профессии, которые устремлены в будущее атласа новых профессий. Так, при городском планировании бесспорно, и чуть позже об этом я кратко скажу, будут востребованы такие направления, как эколог-урбанист. В архитектуре, ну, соответственно, не только традиционный архитектор, но тот же самый эколог-урбанист, а вот решение транспортных проблем, это проектировщик систем рекуперации. Чуть позже тоже мы об этом скажем, что это за новая специальность. Энергетика, специалист по локальным системам энергоснабжения, энергоаудитор, а посмотрите, в жилищно-коммунальном хозяйстве, рециклин-технолог, монтер-биопленок, мусорный дизайнер, в озеленении, ландшафтный дизайнер, парковый эколог, а вот пригородное сельское хозяйство, и вообще каким образом обеспечить умные города, смарт-сити, при растущем городском населении продуктами питания. Вот вам новый проект и новая совершенно еще пока не заезженная тема, это вертикальное сельское хозяйство. Сити-фермер, фермер-гидропоник. Для того, чтобы погрузиться в эту тематику и помочь вам в проведении этих уроков, они могут быть как в курсе, они могут быть и в системе дополнительного образования, мы рекомендуем активно использовать атлас новых профессий. И набирая в поисковике атлас новых профессий, естественно, уже развиваются определенные ресурсы. И вот справа вы видите это мероприятия, проекты, игры, внеклассные всевозможные разработки. И опереться и помочь может, конечно, форсайт экологических профессий для устойчивого будущего. Если хотите, форсайт это тоже новая технология. И о ней нам хотелось бы просто несколько слов сказать. Форсайт технология, которая пришла из менеджмента, из управления, предвидения, предсказания. Какие же профессии будут у вас требованы? И применительно к нашему курсу будет ли место экологии? И будет ли место эколога? Каким образом? Форсайт связан со школьниками и со школьным образованием. А вот, наверное, ответ на вопрос, кем стать? Знаменитый подростковый вопрос, а зачем я вообще учусь? То есть для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы владеть определенными навыками в будущем, освоить определенную профессию, выбрать определенный вуз, чтобы не ошибиться с востребованностью специальности. Атлас новых профессий, который разработан в России агентством стратегических инициатив и Сколково в 2014 году проанализировано 25 отраслей народного хозяйства и практически какого бы мы отрасли не взяли, это биотехнологии, сельское хозяйство, энергетика, информатика, образование. В каждой из этих отраслей появляется так называемое зеленое направление, в частности эколог-урбанист в связи с растущими процессами урбанизации. Это строительство городов на основе экологических биотехнологий. Сити-фермер это уже новое направление вертикальное сельское хозяйство, обеспечение продуктами питания, а вот специальность проектировщик систем рекуперации это специалист по технологическим решениям для улавливания избыточной энергии движущихся средств, в первую очередь при торможении, особенно тогда, когда город буквально замирает в пробках. Как научиться использовать энергию, которая в общем-то сейчас еще расходуется совершенно не упорядоченно. Мы очень сильно зависим от энергетики, от энергии. И здесь вы видите появляются такие направления, как специалист по локальным системам энергосбережения, энергоаудитор, электрозаправщик. И конечно роль электромобилей потихонечку будет передвигаться и выдвигаться на первый план. И какое бы мы направление не взяли, вокруг этого можно подготовить и отдельное сообщение, и отдельный проект, который, кстати, благодаря стандартам старшей школы будет уже носиться как оценка в аттестат. И вот здесь, наверное, есть опыт, и в частности у меня, когда я работала в старшей школе, мы делали такой проект. Весь класс работал над строительством Экограда, но тогда еще не было Атласа новых профессий, и каждая группа, а внутри группы ребята сами решали, кто представляет определенное направление, вспомним таблицу, которую мы с вами рассмотрели, защищая строительство этого Экограда. Это тоже может рассматриваться как некая такая вот уже аттестационная работа проект 10-11 класс, оценка, идущая в аттестат. Системный горный инженер, действительно в нашем курсе мы говорим о том, что практически активно в некоторых горнодобывающих отраслях используется 10% лишь только полезного сырья, 90% это отходы. Вот каким же образом наиболее активно использовать все полезное сырье, каким образом проводить рекультивацию, рециклин технолог, специалист по разработке и внедрению технологий вторичного использования материала. Безотходное производство не совсем корректно. Безотходное производство это у природы, а у человека только еще стремится к малоотходным технологиям. Парковый эколог, экоаудитор, специалист по преодолению системных экологических катастроф. И разбирая проблемы климата, изменения разбалансировки климата, мы вынуждены будем говорить о том, что климатических катастроф, их природа катастроф не будет меньше, их будет больше, и мы это видим и чувствуем каждый день, включая разнообразные средства массовой информации. Где-то наводнение, где-то землетрясение, где-то цунами, где-то пожары и так далее, и так далее. Поэтому специалист по преодолению системных экологических катастроф это тоже очень будет востребованная в будущем специальность. Ну, а вот мы, коллеги, с вами, может быть, звучит непривычно пока, скорее всего, приблизимся к таким направлениям специальности, как эковожатый экопроповедник. И наша с вами задача очень серьезная. Вводить идеи зеленого образа жизни, связанного со снижением нагрузки на окружающую среду, умеенное потребление, сокращение экологического следа. Об этом тоже мы сейчас поговорим кратко. И так далее. Итак, во всех 25 отраслях, какой бы мы не рассматривали в атласе новых профессий, появляются специалисты, которые будут вынуждены заниматься вопросами экологии. Ход игры. Какие специалисты входят в состав вашей группы? Какие проекты вы планируете осуществить при строительстве города? Как ваши задумки согласуются с остальными группами специалистов? Обратите внимание, что эти вопросы, они как раз формируют и затрагивают те надпрофессиональные навыки, навыки, 16 навыков будущего, да, о которых только что мы с вами говорили. Какие умные технологии будут реализованы в вашем городе? Какие технологии будут играть решающую роль построения города будущего, а какие можно отнести к второстепенному? И здесь тоже мы подобрали, и вы, конечно, можете воспользоваться уже готовой подборкой слайдов. Это вот на стадии осмысления, как разные города разными путями реализуют эти направления. Так, например, Маздар-Сити это город, который формируется и его открытие планируется к 2023 году в пустыне, город, полностью экологически, энергетически обеспечивающий себя. Китай. Города, создающиеся буквально на пустом месте или наоборот, какие-то определенные элементы экологичности, встраивающиеся в ту или иную систему. Ну, вот здесь Маздар-Сити в Абу-Дабу. Про город, про который кратко тоже мы приводим вам информацию. Биологические отходы будут полностью перерабатываться. Выброс выхлопных газов минимизирован. Уже сейчас строятся и подбираются такие технологии, так называемые жидкостные пленки в домах, которые направлены на переработку отходов. Не будет автомобилей. Улицы предназначены для пешеходов и велосипедистов. И действительно роль велосипедного транспорта потихонечку входит в российские города медленно, постепенно, но все-таки в Москве очень много появилось в таких пунктах велопроката. И не только велопроката, но и подвижного такого мопедного транспорта. город будет спроектирован под робототехническую систему транспорта. А что же у нас в России? Мы тоже приводим некоторые примеры. И бесспорно, ребята могут их подобрать и расширить. Нано-дом в Москве умное управление системой образования, умные лифты, умные счетчики, ну конечно Московская электронная школа, про которую я уже говорила, умные перекрестки, мобильное приложение гражданский патруль и так далее. А вот это тоже очень интересный положительный пример российский. Один из немногих городов, новых городов, который был открыт совсем недавно в 2015 году. Это Иннополис, Татарстан, высокотехнологичная индустрия, современная жилая инфраструктура, безопасная среда, экологичная среда. Конечно здесь наука емкие технологии, умный город. Вы видите, и город активно сейчас развивается. И очень много образовательных проектов, которые направлены на подготовку непосредственно информационной среды специалистов в информационной сфере для цифровой технологии. Некоторая подборка пример Финляндии. Надо сказать, если мы будем говорить о наукоемких технологиях в области продопользования и охраны окружающей среды, то посмотрите, это технологии, которые направлены на так называемую проактивную и реактивную стратегию. И главная задача одного направления, то есть выбрать наиболее подходящие материалы для снижения потребления ограниченных ресурсов, уменьшение опасных загрязнений и осуществить разработку и утилизацию уже существующих, сделанных, произведенных отходов. Не так, наверное, редко, но все-таки говорят о том, что 21 век называют не только веком биологии, а точнее веком биотехнологии, а я бы еще добавила экологических биотехнологий и проблем очень много. Мы прекрасно знаем, что Евросоюз принял решение к 2030 году отказаться от использования пластика. Переход на биоразлагаемый пластик, насколько это востребовано, какие проводятся сейчас стартапы и что меняется в результате. Здесь один из подходов, который связан с разнообразными материалами, в частности биопластик, который не на основе выращиваемого сахарного тростника, а на основе мицелия грибов. Получается уже энергетически выгоднее, но все равно еще затратно. Третья стадия. Стадия рефлексии. Соответствует ли построенный город будущего вашим первоначальным замыслам? А какие параметры вводятся зрелости умного города? Их легко найти в интернете. И вообще это направление активно развивающееся. Информационные технологии, геоинформационная среда и так далее. И здесь можно то, что активно использовали при повестке дня на 21 век, технологию использования шести шляп мышления. тоже можно будет реализовать и использовать. Существует множество предложений, в частности, мы предлагаем использовать электронное предложение «Умный город». Что очень важно, что действительно, из ботанов специалисты с экологическим образованием постепенно превращаются во властителей мира. Человек настолько погряз мусори, выбросах, выхлопах, что сейчас очень включена быстро программа самоуничтожения. Теперь действительно вся надежда на экологов, а за свое спасение человечество готово платить немалые деньги тем, кто знает, как уберечь мир от экологической катастрофы. Оцените свою работу на уроке. То есть здесь мы оцениваем с точки зрения интереса, полезности, трудности. следующая работа очень важная. Это работа, которая получила название «Экологический след» как индикатор устойчивого развития. Что бы мы ни делали, что бы мы ни планировали, но мы находимся, как живые организмы, в такой ситуации, которую Алексей Владимирович Яблоков очень четко выразил. Если воздухом нельзя дышать, воду нельзя пить, а пищу нельзя есть, то все социальные проблемы теряют свой смысл. Текст. Что такое экологический след? Что вы чувствовали? Ответьте на вопросы анкеты, посчитайте количество баллов, определите ваш экологический след. И здесь мы сделали для вас определенную подборку, понимая, что курс пойдет у вас со следующего года. Если мы возьмем такой ресурс, как счетчик населения Земли, то вы увидите, что нас уже перевалило за 7,6 миллиарда человек. Я думаю, что к сентябрю следующего учебного года уже будет более 7,7 миллиарда человек. А планета Земля только у нас одна. Что такое экологический след? Это то, насколько сильно мы загрязняем Землю? В какой-то мере да. Но мы понимаем, что нам нужны определенные природные ресурсы. Воздух, вода, пища, древесина, камень, металл, энергия. Экологический след. Степень потребления человеком природных ресурсов. И вы прекрасно видите на очень простом графике, как меняется экологический след. Не будем вдаваться, в подробности есть определенный расчет, есть определенные методики, в чем измеряется экологический след. Измеряется он в глобальном гектаре. Биологическая продуктивность. Наша планета Земля. Посмотрите, лишь только 4% биологической продуктивной акватории, 18% биологически продуктивной территории. И значительная часть это низкопродуктивная акватория, пустыни, ледники, неплодородные земли. А с чего складывается экологический след? Он перед вами. Леса, пашни, пастбище, рыбопромысловые зоны, застройка, транспорт, площадь для поглощения углекислого газа. Территория акватории приблизительно вот такая должна быть на человека. На самом деле, эти слайды, и вы видите у нас корректно указанные ссылки, это основатель международной сети глобального экологического следа Матис Вакернагель, который предоставил эту информацию и мы со ссылками естественно ее тоже используем. Экологический след превысил способность с планеты восстанавливать ресурсы. Если мы видим в 2014 году на 40% допустимый предел и день экологического долга наступает уже в конце августа, то сейчас практически на более чем на 50% допустимый предел потребления составляет вот этот ресурс, про который я говорила, счетчик населения Земли. Посмотрите, мы уже сейчас на апрель у меня информация естественно на май будет несколько повыше, превысила соответственность 7,6 приближается к 7,7 миллиарда человек. Надо сказать, что счетчик населения Земли есть отдельно в режиме онлайн, кто не знает, очень интересный ресурс, счетчик населения России, ну и соответственно других стран. как изменилась величина экологического следа? То есть такая ситуация была всегда? Да нет. Вот где-то приблизительно начиная с 1960 года наши потребности потребления стало превышать возможности планеты восстанавливать наши потребности. И вы видите сейчас и мы эту ситуацию можем показать вот мы приблизительно в этой точке находимся, да, то есть в целом нам требуются ресурсы, ну это как средняя температура по больнице полутора планет, да, если мы ничего не изменим, то к 2030 году совсем уже скоро наши соответственно потребности приблизятся к ресурсам двух планет. А если мы что-то изменим, новые технологии, новые подходы, то наверное мы, а это очень важно, останемся на уровне потребления полутора планет. разный образ жизни, разный экологический след. Ну и мы видим, что сейчас расслоение в обществе очень сильно возрастает. Возрастает не только в нашей стране. Экологический след считается у отдельных городов, экологический след считается у отдельных стран. Проводя работу экологический след, можно наверное прийти к таким выводам. если весь мир будет жить, то есть 7,7 почти миллиардов человек, как американцы потребуется 5 планет, как европейцы 3, как россияне 2, а у нас только лишь одна планета Земля. Матис Вакернагель напоминает нам то, что порой мы забываем о россияне, что Россия занимает 6 место по величине экологического следа. Россия благодаря ее огромной территории и достаточно низкой плотности населения может рассматриваться как экологическая супердержава. 10% экологической биосферной устойчивости именно миру дает Россия. Экологический след на индивидуальном уровне. Практическая работа экологический след позволяет оценить условия проживания, использование энергии, использование транспорта, приобретение и потребление продуктов питания, потребление воды, бумаги, отходы. Мы очень часто говорим, что решение экологических проблем зависит от решения принятия решений на самом высшем уровне. На самом деле эта работа позволяет задуматься и показать, что мы, наши действия, они в значительной мере определяют решение экологической проблематики. Работа подробно описана в нашем курсе. Оценка идет выбором определенных баллов и параметров и заносятся в тетрадь и суммируются те баллы, которые подходят при оценке деятельности в разных областях каждого учащегося. Затем эти баллы все суммируются. Вы обратили внимание, что некоторые баллы есть со знаком плюс, а некоторые с минусом. Но в частности у нас сейчас в России, начиная с 2019 года, активно развивается отрасль по переработке отходов. И, наверное, я надеюсь, в каких-то городах и населенных пунктах это проходит более активно, в каких-то менее, но я надеюсь, что к началу следующего учебного года мы уже будем использовать эти параметры. то есть это раздельная сортировка отходов, это и использование пластиковой упаковки, сбор бумаги и так далее, и так далее. Ну а дальше после того, как произведен подсчет, мы пользуемся следующей методикой. Если вы живете в городе с населением более 500 человек, то соответственно умножаем результат. Полученный результат делим на 100, узнаем, сколько глобальных гектаров земной поверхности нужно, чтобы удовлетворить ваши потребности. Ну вот приблизительно получив определенные результаты, мы соотносим экослед с числом планет. Результаты получаются самые разнообразные. Каков ваш лично экологический след? Вы видите приблизительные данные, естественно, как некий пример. Почему собственно получились такие значения? У кого-то больше, у кого-то меньше. Но это очень серьезный разговор и повод для размышления. Почему именно такие разделы были включены в анкету по измерению экологического следа? Какая сфера жизни вашей вносит наибольший вклад в величину экологического следа? Какие сферы жизни вы готовы изменить соответственно? Но для того, чтобы задуматься, как уменьшить свой экологический след. Разные существуют советы. И естественно, вы вместе со старшеклассниками продумываете, ищите подходы. И для того, чтобы легче было оттолкнуться, мы привели некоторые примеры. их видите. Они очень простые. От нагрева в чайнике того количества воды, которое необходимо, до использования энергоэффективных приборов для использования энергосберегающих ламп. Но только ламп не ртутных, а переходит весь мир, и постепенно переходит и Россия на так называемые светодиодные лампы. Что можно сделать? Можно использовать соответственно вот такие используемые пилоты для быстрого выключения и включения энергии. А здесь мы предлагаем вам отдельную подборку по направлениям, которые использовали в анкете. Естественно, с детьми вы дополняете, разбираете жилье, энергия, транспорт, питание, вода и бумага. в соответствии с теми разделами анкеты, которые мы использовали. И, конечно, мы к стадии рефлексии, третьей стадии подходим. Какой ваш экологический след? Сколько планет, таких как Земля, необходимо, чтобы обеспечить привычный образ жизни? Что можно конкретно сделать? И вот тут очень интересные подходы, и мы, как авторы, работали с старшеклассниками, опробировали наши уроки. Действительно, каким образом оценить работу на уроке? И вот здесь мы предлагаем оценку полезный, грустный урок. Может быть, соответственно, появится что-то еще совершенно новое, не то, что мы здесь предлагаем в качестве рассмотрения. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы вместе с детьми, а дети лучшие учителя своих родителей, и, наверное, и ваши коллеги, учителя, педагоги дополнительного образования поразмышляли, и ваши члены семьи, над собственным образом жизни, рассказали друзьям, родителям о необходимости экономии природных ресурсов, как уменьшить свой экологический свет. Но были и такие мнения, и такие размышления. Окружающие меня люди не воспримут мои рекомендации. Обычное ежедневное поведение людей будет способствовать увеличению экологического следа. В подготовке к урокам удалось найти очень любопытную международную информацию, и здесь дана интересная ссылка. Посмотрите, как на международном уровне мир зеленеет, хотим мы этого или нет, в каких-то странах более активно идут эти процессы. Разработано было руководство по спасению мира для лентяев. Ссылочка есть. И здесь очень важные заложены принципы. Принцип нулевых отходов. Переосмысли, перебейся, почини, потребляй меньше, повторно используй, переработай руководство для лентяев. На уровне три разбираются уровни. Первый уровень, я сделала только лишь небольшие выдержки, у нас мало времени. Звезда дивана, вы это все можете найти самостоятельно. Вещи, которые можно сделать даже не вставая с дивана. Да, это международный уровень. Можно сравнить менталитет наш российский и, соответственно, менталитет стран, которые имеют уже положительный опыт в этом направлении. Второй уровень, герой квартиры, вещи, которые можно сделать у себя дома. Третий уровень, душа квартала. Вещи, которые можно сделать за порогом дома. Наверное, этими советами вы бесспорно воспользуетесь, но очень важным направлением в нашем курсе является школьный экологический мониторинг, на котором остановится наиболее подробно моя коллега Татьяна Анатольевна. Ну и мы уже с вами затронули частично школьный экологический мониторинг, поскольку он связан с исследовательской деятельностью, направленной на изучение состояния окружающей среды и оценку его состояния, оценку ее состояния и содействие решению социально-экологических проблем на основе проведенных исследований в условиях социального партнерства. То есть данная работа в рамках школьного мониторинга предполагает формирование следующих умений у школьников. Это умение исследовательской деятельности, формирование социального партнерства, планирование деятельности, прогнозирование результатов, анализ отобранного материала, поставление фактов, умение навыки оценки экологической ситуации, работа с литературными источниками и другими информационными средствами, методы научного познания, самое главное применение экологических умений на практике, представление результатов исследований перед аудиторией и защита своей позиции, оценка себя и других, что предполагает в свою очередь также и пропаганда экологических знаний. Ну и то, что у нас представлено в нашем учебном методическом комплексе, те практические занятия, которые связаны с исследованием экологических состояний, со скружающей среды. Это доступные методики, которые позволяют учащимся получить информацию по экологическому состоянию окружающей среды своей местности, приобрести навыки исследовательской деятельности, научиться выявлять причины экологических нарушений, принимать решения по их устранению, содействовать улучшению местной экологической обстановки. Мероприятия по содействию экологических проблем начинаются с проведения экологического мониторинга. Прежде чем что-то делать, нужно выявить проблемы. Первой стадии является проведение экологического мониторинга. После проведения экологического мониторинга, когда уже проблемы выявлены, это сбор и распространение информации по экологических проблемах. Это могут быть проблемы особо охраняемых в природных территориях, это может быть парк, это может быть сквер, это может быть также какой-то водоем, который находится вблизи школы, дальше это выступление в средствах массовой информации, дальше должен быть какой-то практический выход. То есть учащиеся могут написать эфират, какую-то статью, подготовить доклад по результатам исследований, привлечь внимание населения и местной администрации к экологическим проблемам территории, то есть той целевой аудитории, которая тоже будет заинтересована в развитии данной территории в плане улучшения экологического состояния. Можно совместно организовать с местными органами власти, с местной администрацией, а также с населением района, общественностью, участие в предохранных акциях по зачистке и благоустройству территорий, проведение школьных и семейных проектов по энерго- и водоснабжению, допустим, если существует такая необходимость в школе и дома, измерение собственного образа жизни в отношении окружающей среды и природы, потому что если мы хотим что-то изменить или улучшить, то понятно, что в первую очередь нужно начинать с себя. Ну и на данном слайде показан так называемый технологический подход, здесь представлено дерево решения экологической проблемы, то есть выявление экологической проблемы, анализ, дальше какие мероприятия нужно еще осуществить. Ну и если разобрать данную деятельность по этапам, то понятно, что первым этапом является, если мы провели какие-то исследования, да, то есть выявление и анализ проблемы. Дальше идет сбор информации, да, что же еще известно о данной программе из других источников. Дальше это могут быть литературные источники, это могут быть собственные исследования, это могут быть мнения специалистов, консультантов и так далее. Дальше идет участие предохранных акций, информация местного населения о тех или иных проблемах, распространение буклетов, листовок, выступления и изменения собственного образа жизни. И если мы хотим привлечь население, общественность к участию в природоохранных акциях, то это может быть очистка производства определенной территории, это посадка деревьев, кустарников. Если же мы говорим о том, что нужно ликвидировать те или иные источники загрязнения, закрыть промышленные предприятия, то понятно, что это лежит не в компетенции местного населения, а в той же самой общественности, да. То есть здесь необходимо привлечение внимания властей и информирование об этих проблемах тех или иных компетентных органов. Ну и практическая работа, которая тоже рассматривается в рамках экологического мониторинга, это состоит из панкортовых сообществ. Одна из практических работ, на мой взгляд, она очень актуальна в любом населенном пункте. Она также рассчитана и сделана на основе трехстадийной технологии. Так, посмотрите, пожалуйста, на первом этапе, да, актуализация. Актуализация в виде вот таких вопросов. Вспомните, по каким внешним признакам вы определяете степень воздействия человека на природное сообщество. Какие свидетельства нарушения естественного состояния природных сообществ наиболее характерны и заметны в районе вашего проживания. Методом мозгового штурма собираются определенные идеи, определенные ответы детей, группируются, суммируются, выслушиваются различные мнения. А вот далее, соответственно, на стадии осмысления прибудется определенный вариант работы, работы с текстом. Инструментарий, необходимый для выполнения этой работы, самый обычный. Вы видели на предыдущем слайде. Измерительная лента, линейка, карандаш, тетрадь. В общем-то, все очень просто. На пришкольном участке. Вот это очень хорошо. На пришкольном участке, а если есть возможность, потому что все мы находимся в разных условиях окружения школы, в ближайшем парке, в ближайшем сквере, выбрать участок, на котором вы с одноклассниками будете проводить изучение состояния природного сообщества. А вот как проводить? Естественно, даются готовые бланки. Вообще, при проведении практических работ, нами предлагается множество бланков для того, чтобы ребятам было легко выполнять эти работы. Ознакомьтесь с бланком описания растительного сообщества и заполните его. Оцените состояние природных сообществ, используя рабочие таблицы, приведенные в тексте параграфа. Обобщите полученные данные. Сделайте вывод о состоянии изучаемого природного сообщества. Так, например, одна из таблиц, она предлагает изучать травянистый покров. Определенные виды растений. Опять-таки, степень детализации может быть разная. Если просто перечисляем видовой состав, это одна ситуация. Если мы указываем высоту, проективное покрытие, фенофазу, жизненность и какие-то определенные примечания. Колоночка самая последняя. Есть возможность. Описываем мух в лишайниковый покров. Нет, ничего страшного. Пропускаем. Просто отмечаем наличие мхов, лишайников. А вспоминаем о лишайниках просто жизненные формы. Накипные, листовые, пустистые. Отмечаем проективное покрытие. Но это легко сделать. Но, наверное, проще всего это, конечно, описать древостой. Если выражена какая-то определенная ярусность, хорошо. Нет? Ну, просто перечисляем господствующие виды. Можно попытаться определить высоту, если нет высотомера. Определение фенологических фаз. Можно проводить на ваше усмотрение. Можно не проводить. Здесь мы указываем классические. Из геоботаники, да, определенные фенологические фазы. С конкретными научными обозначениями. Если кто-то заинтересовался из детей, и, допустим, на Олимпиаду по экологии будет представлена эта работа, то почему бы не воспользоваться и более детально проработать данную таблицу? Вы видите, отцветение, бутонизация, спороношение, цветание, созревание, ну и так далее. Очень важным и очень простым методом является оценка рекреационного воздействия. Густота тропиночной сети указывается в баллах. Тоже в нашей методичке есть указание. В зависимости, опять-таки, вы принимаете либо же трехбальную минимальную оценку, либо же пятибальную. Много, мало, нет, отсутствует и так далее. Примечания – это виды, которые могут преобладать в травянистом покрове. Согрязненность изучаемых участков тоже можно, соответственно, в баллах. Отметить характер отходов, определить влияние на окружающую среду. Но самое главное – не просто проанализировать, но и провести, соответственно, сбор этих отходов. Оценка частоты встречаемости кострич. Ну, в общем, тоже может быть в бальной системе. Размеры указаны. Глубина прогорания почвы. Довольно-таки легко можно это просмотреть. Как происходит процесс сукцессии. Зарастание кострища. Какие кострища по, соответственно, возрасту. Тоже может быть отдельная работа, либо же как некая часть той или иной работы. Методика проводится. Результаты, естественно, доводятся до сведения друзей, родителей, учителей. Обдумываются, обсуждаются мероприятия, которые должны быть проведены для улучшения состояния растительного покрова и древесно-кустарниковой растительности на исследуемой территории. Какие основные виды воздействия человека на природное сообщество на исследованной территории. Ну и очень часто бывает так, что в местные СМИ результаты исследования доводятся до местных властей, принимаются какие-то совместные мероприятия, осуществляются, может быть, крупные проекты по уже восстановлению, улучшению той или иной территории. И на заключительной стадии, третьей стадии рефлексии, производится оценка работы на уроке. Мне было интересно выполнять работу, где я могу применить полученные знания. Это, наверное, самое важное. Наряду с практической работой по оценке растительности, очень много работ посвящено оценке и описанию водоема. Ну, на этих вот работах остановится Татьяна Анатольевна. Ну, почему все-таки мы в нашем учебно-методическом комплексе большое значение передаем водоемам, водоотокам и так далее? Потому что на самом деле в маленьком городе или в большом городе, находящем в последней школе, обязательно находится какой-то водоем, там у нас какой-то пруд или маленькая речка, да, там, где можно провести, или ручеек, там, где можно провести те или иные исследования. Ну, самым простым способом это является органолептическое исследование. Ну, у нас все практические работы, все уроки построены тоже в рамках той же самой базовой технологии, вот, которая предполагает последовательное прохождение трех стадий. То есть на стадии вызова необходимо, мы задаем учащимся вопрос, каким образом можно расшифровать данный термин, да, как они понимают и в чем он заключается. То есть учащиеся, которые изучают уже химию, биологию, вот, понятно, что они могут дать интерпретацию данного термина. Ну, и какие же известных методов им, органолептических, им известны. Дальше мы переходим к стадии осмысления, и здесь находится подробная инструкция, как же выполнить ту или иную работу. С самого начала мы закладывали, когда разрабатывали наш учебно-методический комплекс, мы ориентировались на то, что нужно написать данный динструктор к практической работе так, чтобы этот ребенок выполнил ее сам. Ну, понятно, если ему еще необходима помощь взрослого или того же самого учителя, то всегда она может присутствовать. То есть предварительно учащиеся знакомятся планкам предварительного описания водоема, вот, проводят описание ближайшего в школе водоема, заносят результаты протоколов, результаты исследований в протоколах, знакомятся с методиками органолептического анализа воды и согласно методикам проводят оценку качества воды. Далее они заносят результаты исследований в своих исследованиях протоколов, И делают вывод о качестве воды и об экологическом состоянии того или иного водного объекта. Ну, если вы посмотрите на то оборудование, на те материалы, которые здесь представлены, то понятно, что эта методика очень доступна, потому что здесь всего-навсего есть те материалы, которые присутствуют в том или ином кабинете химии или физики. То есть необходим цилиндр, мерный цилинд жирачный высотой 50 см, это пробирки, это газетный лист, белый лист бумаги, на фоне которого будет фиксироваться цвет. Дальше это может быть спиртовка, термометр, пластиковая бутылка для отпора проб воды, бумажный фильтр и полевые адресы. Адресы определители водных, плаводных растительных средств и животных. Ну, и изучение органолитических показаний, то есть это при помощи наших органов обаяния, органов чувств, это зрение, воняние, обоняние. И на основе этого можно сделать вывод о запахе и цвете воды. Ну, понятно же, что пробовать воду на вкус нельзя. Здесь нужно соблюдать определенные правила техники безопасности. Даже если вода кажется, что она прозрачная, чистая, чистая, она обладает хорошим запахом, да, то абсолютно из этого не делается вывод, что ее можно пробовать на вкус. Ну, и цвет воды. Цвет воды, он определяется на фоне белого листа бумаги. То есть пробирка, наливается определенный струк жидкости и на фоне его фиксируется цвет. Дальше заполняется пробирка, другая пробирка заполняется водой и сравнивается цвет той воды, которая у нами набрана из водоема, с цветом водопроводной воды. Ну, и на фоне белого листа бумаги фиксируется цвет голубоватый, зеленый, серый, желтый, коричневый и так далее. Ну, и еще один способ, значит, одна рекомендация, что для источников хозяйства водоснабжения цвет не должен обнаруживаться в столбике высотой 20 см. Для водоемоводной культурно-культурного назначения это 10 см. То есть, значит, мы пробирку должны заполнить на высоту 20 см и посмотреть, какой цвет воды на фоне белого листа бумаги или на высоту 10 см. Ну, мутность, прозрачность. Здесь тоже подробно описана методика, которая связана с определением мутности или прозрачности воды из водоема. Ну, и мутность, прозрачность, она связана с наличием мелкодисперстных частиц. Это может песок мелкодисперстные частички, это глины, песка, микроорганизмов, а также других химических окрашенных веществ. Для этого тоже берется мерный цилиндр, напирается на высоту 20 см и подкладывается под мерный цилиндр, подкладывается газетный лист. И учащимся предлагается прочитать текст, находящийся на расстоянии 4 см от дна цилиндра. Если прочитать текст невозможно, то тогда необходимо часть воды слить и довести до такого состояния, чтобы у нас текст, который находится под цилиндром, он читался достаточно отчетливо. И тогда уже можно при помощи линейки измерить высоту столба и определить прозрачность воды в сантиметрах. Ну, понятно, что этот метод не точный, но тем не менее он может дать какую-то определенную информацию учащимся о прозрачности или мутности той или иной воды. Ну, запах воды. Значит, запах воды можно исследовать при комнатной температуре, это при температуре 20 градусов. И если он не ощущается, воду можно слегка нагреть, это до температуры 60 градусов. Ну, запах воды следует определять в помещении, там, где воздух не имеет постороннего запаха. Вот, и желательно, чтобы его определили несколько исследований, потому что у каждого ощущения того или иного запаха, понятно же, будет разным. Ну, и какие же могут быть запахи воды? Это ароматические, присутствие ароматических углеводородов, он может быть огуречный, он может быть цветочный, либо может иметь какой-то неприятный запах, он может быть болотистый, да, то, что связано с ивистыми, тимистыми отложениями, гнилостный, да, то, что, если, допустим, в тот или иной водоем попадают сточные воды, древесные, землистые, весневелые, рыбий, то есть запах рыбы, рыбьего жира, сероводородный, чем пахнут тухлые яйца, травянистой, скошенной травы и неопределенного запаха, да, то есть тот, который не попадает ни под один из характерных запахов, запахов, приведенных в данной таблице. Ну, и таблица интенсивности запаха воды, то есть существуют такие, понятно, оценочные таблицы приблизительные, да, то есть, значит, запах ноль, да, если он отсутствует, это, как правило, шкала частоты воды, да, на основе данных агонолептических исследований, один, если он слабо ощущает, очень слабый, два, если слабый, три, ощутимый, четыре, отчетливый и пять, это очень сильный. И понятно, что качество воды, оно будет сверху вниз, оно будет изменяться как раз и в отрицательную сторону. Ну, для определения методика определения запаха воды, что нужно пробирку закрыть крышкой, интенсивно ее встряхнуть, дальше открыть крышку и осторожно понюхать воду. Можно направлять поток воздуха взмахом руки. Ну, и понятно, что необходимо держать на определенном расстоянии у кноса. Вот, ну, и я уже сказала, что если запах не оценивается при комнатной температуре, воду можно нагреть до 60 градусов. Ну, и, пожалуйста, здесь у вас приводится бланк для описания места отбора проб, то есть прежде всего необходимо указать то место, где была отобрана проба, то есть точка отбора проб. Вот, и понятно, необходимо указать некие, так сказать, предметы, которые находятся вблизи точки отбора проб. Это может быть какое-то дерево, да, это может быть какое-то спиленное дерево, какой-то пень может находиться рядом, да, Это может находиться, ну, другие какие-то, какие-то ориентиры, по которым можно будет найти это место, если мы, допустим, проводим не однократное какое-то измерение качества воды, а отслеживаем на протяжении какого-то определенного времени. Дальше после характеристики точки отбора проб идет дата, время, обязательно все пробы, они нумеруются, происходит маркировка, вот, ну, и то, что я уже говорила, описание точки, положение ее от тех или иных ориентиров. Дальше внешний вид поверхности водоема, да, то есть поверхность водоема чистая, да, находятся на ней пятна, пленки, пена и, допустим, какие-то прочие загрязнения. Кроме этого, необходимо провести характеристику дна, что же находится, камни, находится трава, галька, песок, глина и так далее. Ну, и описание водной прибрежной растительности, вот, а также каким образом используется данная вода, да, существует какой-то водозабор, вот, используется она каким-то образом для мойки, там, допустим, какого-то транспорта, для купания и так далее. И использование на вашем объекте, то есть, значит, учащие отмечают, каким образом вода на том или ином объекте используется и с какой целью. Ну, и характеристика качества воды, то есть те исследования, которые были проведены детьми, они помещаются в таблицу 15, да, для того, чтобы занести данные о качестве воды в том или ином водоеме. Ну, и понятно, что, когда дети выполняют работу, само выполнение работы проводится на стадии осмысления и на стадии рефлексии уже можно провести, дать этим задание на проверку своих знаний, да, проверку своих знаний и на применение тех или иных знаний на практике. То есть можно детям дать задание, ознакомиться с описанными методиками родителей, друзей, знакомых. Значит, можно спросить, как они оценивают свою работу по деятельности, связанной с оценкой экологического состояния водоема, как они оценивают сам, само экологическое состояние воды в том или ином водоеме, какие меры необходимо осуществить для улучшения экологического состояния водоема. Вот. И дальше можно ознакомить представителей местной власти, руководством местных муниципалитетов с результатами своих исследований. Ну и понятно, что в первую очередь будут заинтересованы не только местные органы местной власти, но и население, да, которое тоже можно предупредить о качестве воды в водоеме и о том, каким образом оно может быть использовано. Может ли она использована для бытовых, может ли там купаться и так далее. Ну и каждый может сделать, естественно, для себя выбор, что он лично может сделать для улучшения состояния окружающей среды. Ну и, как всегда, оценка работы на уроке, да, то есть оценка, насколько все учащиеся смогли выполнить эту работу, насколько они обладели методикой выполнения работы, как они в дальнейшем думают использовать полученные знания, заинтересовала их эта информация. И если не подходит ни одно из приведенных утверждений, то они могут дать собственную оценку уроку. Ну и еще какие у нас работы предлагаются для оценки экологического состояния. Значит, здесь это была гонолептическая оценка состояния воды. Кроме этого, существуют еще химические лабораторные работы, которые связаны с химической оценкой воды. Это измерение pH, определение жесткости воды, определение содержания хлоридов. И здесь как раз-таки можно учащимся применить те знания, которые они получают в рамках химии. Это качественные реакции на хлориды, можно при содержании сульфатов при помощи тех или иных качеств, при помощи качественных реакций, которые они изучают в рамках занятий по химии. Определить жесткость воды, которая тоже изучается в рамках курса химии 9 класса. Ну и понятно определить значение pH и сравнить с теми значениями pH, которые пригодны для тех или иных водоемов. Кроме предложенных работ по изучению экологического состояния водоема, приводится метод оценки экологического состояния воды при помощи биоиндикации, изучение состава и свойств почвы, рациональное использование ресурсов. И в частности приводятся методики оценки, методики, которые связаны с рациональным использованием электроэнергии и воды в домашних условиях или в школе. Ну и здесь очень важным является, что дети изучают свое энергопотребление или водопотребление. Ну и в рамках изучения энергопотребления они вычерчивают графики, они вспоминают, что же такое оплата за электричество, да, каким же образом это вычисляется. Здесь пригодятся знания, которые они получают в рамках физики, да, то есть нужно знать, что такое работа тока, что такое мощность электроприбора. И как раз таки то, что мы оплачиваем за электроэнергию, это мы оплачиваем работу тока, то есть это мощность того или иного прибора, умноженная на время его использования. И поэтому, когда учащиеся они приходят в магазин, они могут понять, какова мощность того или иного прибора, который они покупают в том или ином магазине. Это все будет зависеть от класса. И уже в дальнейшем могут рассчитать, какое количество электроэнергии тот или иной прибор может потреблять. Так же самое это можно рассчитать, когда они используют обычные лампы, когда они используют энергостерегающие лампы. И на основании этого сделать вывод о том, сколько же они могут заплатить за электроэнергию при рациональном использовании или в режиме, ну, такого обычного использования. Ну и то, что сейчас актуально, в нашей работе приводится тренинг по социальному проектированию, который называется «Учимся проектировать». Ну, на стадии вызова учащим задается вопрос, как они понимают, что такое проект, что такое проектирование. И понятно, что учащиеся высказывают то, что они знают о проекте. Ну, и поскольку сейчас, в соответствии с ГОС, учащиеся школьники уже выполняют проекты, мини-проекты начинают выполняться с начальной школы, то учащиеся, которые учатся в 10-м, в 11-м классе, поскольку каждый из них проходит аттестацию по выполнению, по разработке и выполнению индивидуального проекта, то на самом деле это является очень актуальным. Ну, дальше уже на стадии осмысления учащимся предлагается выбрать несколько ассоциаций, которые связаны с теми терминами, которые используются в контексте проектной деятельности. Это исследование, трудчество, информация, презентация, сотрудничество и так далее. Поскольку понятно, что тренинг предполагает групповую работу, то каждая работа выбирает какое-то определенное ключевое слово, и в соответствии с этим словом она высказывает те или иные ассоциации по поводу него. Дальше, что же необходимо для того, чтобы проект успешно реализовать? Понятно, что это необходимая групповая работа, это групповой результат, да, и необходимы еще способности, которые приведут к тем или иным достижениям, да. То есть учащиеся должны, кроме этого, знать, что они хотят, что они знают, что они умеют, и в конечном итоге, как эти знания, эти умения можно реализовать на практике. Ну, и дальше, в следующей стадии является то, что учащиеся разрабатывают, выбирают тему какого-то определенного проекта, ну, и, естественно, что тема, она может быть выбрана на основе какого-то предварительно проведенного анализа. Это может быть школьный экологический мониторинг, это могут быть какие-то источники информации, литературные источники информации, это могут быть другие источники информации, интернет, и так далее. То есть учащиеся формулируют тему проекта, они формулируют цели, задачи, составляют план реализации проекта, выбирают ответственных за каждый этап выполнения проекта, и дальше представляют свои разработки класса. Ну, и в конечном итоге, в конечном итоге группы представляют результат своей работы. Ну, и если мы это все разберем по стадиям, да, то на стадии вызова, вот посмотрите, пожалуйста, это коллективная разбивка на группу, групповая работа, то, что я уже сказала. Вот, на стадии осмысления, что представляет собой стратегию успешного проекта, проектная деятельность, что собой представляет стратегию успешного проекта, осмысление, да, это выполнение самого проекта, это выполнение, разработка самого проекта, и рефлексия. Рефлексия, вот, там, где оцениваются результаты проведения тренинга, полезный, узнал много, научился, интересный, смог реализовать свои творческие способности, трудный, ну, и что вызвало соответствующие трудности. Ну, и мы с вами говорили сегодня о технологиях Эдварда Дебона, это была технология 6 шляпов мышления, там, где присутствовали 6 инструментов мышления. Существует еще технология Горд, это треск когнитивного мышления, вот там, где используется уже большее количество инструментов, которые вот здесь представлены. Вот, как я уже говорила, что эти технологии, они направлены на осмысление проблемы и на выработку эффективного решения. И, кроме этого, на развитие мышления. Какого развития мышления непосредственно творчества. Ну, и очень часто учителя задают вопрос, а затем, зачем необходимо все это использовать в школе, зачем необходимо развивать мышление учащимся, потому что большинство школьных предметов, они непосредственно направлены на развитие мышления, да, то есть это и математика, и физика, и химия, и биология, и так далее. Но если рассмотреть, какое мышление эти предметы развивают, это аналитическое мышление, это логическое мышление, а здесь как раз-таки идет речь о творческом мышлении. И вот то, как называют Эдвард Дебона, Корт — это латеральное мышление, боковое мышление, которое связано с раздельной деятельностью двух полушарий головного мозга, а что касается шесть шлях мышления, это параллельное мышление, да, то есть как раз-таки при помощи этих инструментов мышления можно решать творческие проблемы. Так, ну и социально значимая деятельность, мы уже частично ее затронули, да, то есть если у нас проводятся какие-то исследования, и учащиеся получают какие-то результаты, да, то тогда можно осуществить социальную значимость, значимую деятельность в условиях социального партнерства. И вот эта деятельность, она как раз-таки будет направлена на взаимодействие с органами власти, СМИ, учителями, родителями и так далее. Ну, какую пользу она приносит семье? Вот, понятно, что жить интересами ребенка, участвовать в той деятельности, в которой участвуют дети, понятно, что это способствует сплочению семьи, вот, появлению общих интересов, вот, что, конечно, будет полезно и родителям, и детям. Ну, и, конечно же, еще и учителям, поскольку существует у нас три субъекта образовательного процесса, это дети, родители и учителя. Ну, и вовлечение, как раз-таки, социально значимой деятельности, что я сказала, что включение учителей в социально значимую деятельность, вот, это получение жизненно важных знаний, умений в области безопасного взаимодействия с окружающей средой, формирование детско-взрослого сообщества, связанного едиными целями и задачами, ну, и жизненно важный результат, об этом уже тоже говорили, поскольку этот результат, он связан и с получением общественно значимого результата, это гражданская ответственность, которая направлена на решение определенных социально значимых проблем. Ну, и мероприятие по содействию и решению местных экологических проблем, доступное для школьников. Это, естественно, школьный экологический мониторинг, если включаются еще родители, общественность, то он превращается в общественный экологический мониторинг. Сбор распространения информации в экологических проблемах, на особо охраняемых природных территориях, ну, это понятно, для мегаполисов, выступления в средствах массовой информации, привлечения внимания населения, местной информации, администрации к экологическим проблемам территории, участие в предохранных акциях по очистке и благоустройству территории, ну, и самое главное, это изменение своего образа жизни в отношении окружающей среды и природы. Ну, и основные точки для выявления экологических проблем, это результаты собственных исследований, это анализ местной печати, опрос мнения специалистов, администрации района, местного населения, от которого, естественно, в первую очередь зависит экологическое состояние той или иной территории. Ну, и электронная форма учебника, кроме учебника, кроме методических рекомендаций для родителей, существует как раз-таки электронный фон учебника. Она содержит основной текст, это не основной текст, а, можно сказать, его краткое содержание, да, вот, и как раз-таки, кроме краткого содержания, существует, кроме, так сказать, основного текста, существуют еще дополнительные тексты. Кроме этого, проводят, приводятся еще методики для школьного экологического мониторинга, ролевые игры, вот, контрольно-измерительные материалы к отдельным разделам параграфа, это тесты, вот, и, значит, к практическим работам представлен детально описание измеряемых педагогических технологий, а в отдельном соответствии случае кремендации, к организации их в природной среде. Ну, и особенности УНК экологии – это информативность, то есть тексты, структурированные подъемы, оптимальные. Информация, выверенная, повествование доступная. Продуктивность. Продуктивность – это, нас связано как раз-таки с деятельностными подходами, которые направлены на организацию индивидуальной образовательной деятельности. Ну, не только индивидуальная образовательная деятельность, самостоятельно можно работать и в коллективе, и в группе, и в паре. Ну, и образность, которая связана с большим количеством инструкционного и картографического материала. Спасибо за внимание. Следующий вебинар «Образовательные результаты УНК. Экология и подходы к диагностике» состоится 28 мая 2019 года с 16 до 17.30. Ну, а сейчас хотелось бы узнать, есть ли какие-то вопросы. Пока вы думаете над вопросами, уважаемые коллеги, хотелось бы подвести некие итоги сегодняшнего вебинара. Итак, мы с вами рассмотрели несколько технологических подходов, которые применяются в рамках УНК «Экология». Это прежде всего психологические игры, игры на принятие коллективных решений, это школьный экологический мониторинг, это социально-экологическое проектирование. И наиболее детально и подробно мы остановились на таких работах, как практическая работа «Экологический след» и, соответственно, ролевой такой игре «Строим Экоград». Ну вот надеемся, что появятся у вас вопросы, на которые мы с удовольствием ответим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...